Привет, дорогие друзья! Решила записать несколько мыслей в видеоблоге, которые недавно мне пришли. Я просто читала Библию и читала интересную книгу из Фирь, когда ее народу угрожала такая беда, просто уничтожение полное. В тот момент она не имела права по собственному желанию прийти к царю и явиться перед ним, перед его престол. Но она все-таки решается прийти перед царем и просить о милости за ее народ, за ее друзей, близких. И интересный происходит момент, когда она приходит, когда она до этого постилась три дня, весь народ постился, и вот она красиво одевается, она готовит себя к этому приходу. И вот она приходит к царю, и царь может в тот момент просто прогнать ее, потому что она ослушалась, не имела права без его ведома прийти перед ним, и он мог просто предать ее смерти. Ну и вот она приходит, этот трогательный момент, когда она приходит перед царем, и он простер к ней свое благоволение, свой скипетр. Мне кажется, что если бы я была в такой ситуации, первое, что я бы сделала, это пришла и сказала бы, царь, ты понимаешь, смотри, спасибо, что ты меня принял, там мой народ, он в опасности, что мне делать, вот есть там Аман, который хочет погубить народ. Но она делает что-то совершенно другое. И когда она приходит перед царем, и царь сказал ей, что тебе царица Исфирь, и какая просьба твоя. То есть он понимал, что она не просто так пришла к нему просто потому, что ей так захотелось. Должно было быть что-то, веская причина должна была быть для того, чтобы она пришла и готова была пожертвовать своей жизнью. «Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала ей Исфирь. И вот интересный момент, разворачивается событие. «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». В этот момент, когда она могла сказать все царю, всю свою проблему, все, что беспокоило ее, потому что действительно ее сердце было переполнено страхом за ее народ. Она говорит, она приглашает царя вместе со своим злейшим врагом на пир. И так было дважды. И мне просто интересно было, что происходило в сердце Исфири. «Почему она именно так поступила?» И я просто много раз размышляла, почему она пригласила его на пир, почему она второй раз у нее спрашивает, «Что тебе, царица?» «Что тебе до полуцарства дам тебе?» И она снова его приглашает на пир. И потом он снова спрашивает. И однажды, когда я читала в очередной раз эти стихи, я вдруг увидела такой прообраз, что она, Исфирь, она предпочла царя выше своей проблемы, выше своих проблем. Она поставила, представляете, она на пире, она служила ему, она подавала какие-то блюда, она просто была с ним. И ее проблема, которая была в лице Амана, тоже была там. И я увидела для своей жизни такой пример, такой прообраз, что в моей жизни у каждого из нас есть вызовы, есть большие проблемы, которые мы, может быть, переживаем. Особенно сейчас, то, что в нашей стране происходит, это серьезные проблемы. Люди погибают. И нам есть с чем приходить, с какими нуждами, с какими просьбами за нашу страну, приходить перед царем царей, перед Богом. Но так, как поступила Исфирь, меня это просто удивляет. Это она предпочла царя, она предпочла выше, чем ее проблемы. Точно так же так важно. И я увидела для себя такой ответ, что я хочу предпочесть, я хочу поставить Бога выше всего и приходить в его присутствие. И прежде быть с ним, прежде приготовить ему пир. Образно, понятно говоря, образно. Приходить в молитве к нему и обращаться к нему. Не просто выкладывать сразу же все свои вопросы, все свои нужды, все, что меня волнует, все, что происходит сегодня, все, что я услышала сегодня в новостях. Это очень важно молиться. Это очень важно просить. Но я верю, что Бог выше этого всего. И Он ответит, и Он готов ответить. И Он знает прежде нашего прошения все, что мы проходим, все, что нас волнует, и все, о чем мы попросим. Но как здорово на примере Есфири научиться почитать царя царей выше всего. И тогда Он вступится, обязательно вступится в наши проблемы, в наши тупики, в наши, возможно, какие-то нерешенные ситуации. И также, я верю, Он вступится в ситуацию в нашей стране, и Он решит все по благо. И Он действительно приведет все в свою, в свой порядок, в мир, в радость. Потому что Он тот, который дает мир стране, Он тот, который дает радость людям, Он тот, который защищает. И это в Его власти, поверьте.